Привет, это Макс и это фильм «Как малые дети». Сара Пирс – 30-летняя мать-домохозяйка в небольшом пригороде Массачусетса. Она работала на докторской диссертации по английскому языку, но как только вышла замуж за Ричарда и родила их дочь, 5-летнюю Люси, она забросила свои исследования. Теперь она проводит свои дни, водя Люси в местный парк вместе с тремя другими матерями-домохозяйками, суровой и осуждающей Мэри и более робкой Терезой и Шерил. Им нравится наблюдать издалека за Брэдом Адамсоном, красивым и хорошо сложенным отцом, который приводит своего сына Аарона в парк. Когда их дети пользуются одними и теми же качелями, Сара и Брэд имеют возможность разговаривать друг с другом, возбуждая других женщин. Но когда они в шутку обнимаются и целуются, женщины тут же уводят своих детей из парка и отказываются общаться с Сарой. И у Брэда и у Сары несчастливая домашняя жизнь. Брэд до сих пор не сдал экзамена адвоката штата Массачусетс и даже не хочет быть им. Однако его властная жена Кэти подталкивает его к этому успеху. Она снимает документальные фильмы для общественного телевидения, они живут непосредством, что вынуждает их принимать финансовую поддержку от матери Кэти. Сексуальной жизни у них совсем нет, потому что Кэти слишком поглощена своей карьерой и материнством. Когда он должен готовиться к экзамену на адвоката, Брэд вместо этого сидит и смотрит, как подростки катаются на скейтборде возле его дома, фантазируя о том, как снова стать молодым и беззаботным. А однажды вечером знакомый Ларри уговаривает Брэда, который играл квотербэком в своей школьной футбольной команде, присоединиться к его любительской футбольной команде Хранители. Ларри – это бывший полицейский, вынужденный уйти на пенсию несколькими годами ранее, когда он случайно застрелил подростка, ограбившего магазин. Теперь он отдалился от жены и проводит большую часть времени из Водиарони Макрори, чудакового-то соседа, недавно освободившегося из тюрьмы, после нескольких лет отсидки. Ронни сидел в тюрьме за обнажение несовершеннолетней и имеет длинную судимость за сексуальные домогательства к молодым девушкам. Брэду не по душе компания Ларри против Ронни, направленная на то, чтобы заставить его переехать из района, но он редко пытается помешать ему осуществить ее. Брак с Сарой и с Ричардом такой же бесполый, как у Брэда с Кэти, однако в данном случае это происходит потому, что он пристрастился к интернет-видео. Однажды она застает его за самоудовлетворением в его кабинете и они начинают спать раздельно. После Кэти покупает красивый купальник и начинает посещать общественный бассейн, потому что знает, что увидит там Брэда. Между ними завязываются глубокие, хотя и платонические отношения и их дети тоже становятся друзьями. Брэда привлекает интерес Сары к нему, хотя он не считает ее особенно физически привлекательной. Сара жаждет быть сексуально желанной для такого условно красивого и мужественного человека, как Брэд. Однажды, когда им пришлось покинуть бассейн из-за внезапно начавшегося дождя, они возвращаются в дом Сары. Брэд обнаруживает свою фотографию, спрятанную в сборнике шекспировских сонетов. Не в силах сдерживать свои желания, они занимаются любовью в подвале, пока их дети спят наверху. Таким образом их эмоциональная верность переходит в физическую. Тем временем Ронни живет со своей матерью Мэй, которая взяла его к себе после освобождения из тюрьмы. Она верит, что если он найдет подходящую женщину, то его сексуальное влечение к детям исчезнет. Зная о своих психических проблемах, связанных с увлечением маленькими девушками, Ронни понимает, что это бесполезно, но соглашается пойти на свидание, которое Мэй назначила ему жительницей другого города Шейлой. Во время ужина в местном ресторане Шейлой и Ронни, кажется, устанавливают связь и она открывает свои собственные эмоциональные демоны. Однако свидание заканчивается плачевно, когда он просит ее припарковаться у дороги, а затем начинает притворять себя, ругая ее, чтобы она не рассказала ему. В другом месте Сара и Брэд становятся ближе. Он пропускает экзамен на адвоката, чтобы они могли вместе отправиться в романтическое путешествие. Кэти начинает подозревать и просит Брэда пригласить Сару, Ричарда и Люси на ужин, чтобы она могла с ними познакомиться. Очевидная близость между Брэдом и Сарой подтверждает ее подозрение и Кэти организует длительный визит своей матери, чтобы Брэд и Сара больше не виделись. Однако, когда футбольная команда Брэда играет в последнюю игру, Кэти и ее мать остаются дома, чувствуя, что их подозрения относительно Брэда пусты. Сара затем присутствует на игре и радуется, когда Брэд забивает победный тачдаун в единственной победе команда в сезоне. После этого, пока Ларри ждет Брэда в ближайшем баре, чтобы отпраздновать победу, Брэд и Сара целуются на поле. Он признается, что этот момент самый счастливый в его жизни и просит Сару избежать с ним, и та соглашается. Обиженный тем, что Брэд его подставил, Ларри идет к дому Ронни и будет соседей, используя бычий рог, чтобы подкалывать Ронни. Соседи выходят на улицу, чтобы попросить его прекратить, но Мэй гневно противостоит ему. В результате у него случается тяжелый сердечный приступ. Ларри арестовывают за нападение и побои, а Мэй отвозят в больницу. Когда Ронни спит в приемном покое, Мэй умирает. Ее последним действием становится записка Ронни. «Пожалуйста, будь хорошим мальчиком». Ронни расстроен и подавлен. Он возвращается домой и уничтожает большую часть коллекции фигурок Хаммл своей матери, а затем берет на кухне мясницкий нож. В ту же ночь Сара и Брэд договариваются встретиться в парке, где они впервые встретились, чтобы сбежать вместе. Брэд говорит Арону, что любит его прежде, чем уложить его спать. Пишет Кэти записку, в которой объясняет, почему он уходит от нее, а затем ускользает, пока он ее мать моет посуду. Но прежде, чем он успевает добраться до парка, его снова отвлекают подростки, катающиеся на скейтборде. Они убеждают его попробовать прыгнуть самому. Не в силах противостоять порыву желания пережить свою молодость, Брэд делает это, но разбивается и теряет сознание. Придя в себя, он просит водителя скорой помощи позвонить его женик Кэти, чтобы она встретила его в больнице. А оказывается, что он не оставил для нее записку, и просит одного из скейтбордиста выбросить ее за него. Тем временем Сара ведет Люси в парк, она шокировано увидев, как Ронни пошатывается. Когда Люси ненадолго исчезает, с ужасом понимает, что оставить Ричарда ради Брэда было бы ужасной ошибкой. Она забирает Люси домой, укладывает ее спать и решает остаться. В это время Ларри расстроен тем, что стал причиной смерти Мэй. Он искренне хочет извиниться перед Ронни и находит его в парке, где его оставила Сара. Он замечает кровь на земле. Ронни кастрировал себя и истекает кровью. Ларри подбирает его и мчится в больницу. Он знает, что Ронни совершил плохие поступки в прошлом, но также понимает, что это не означает, что он должен совершать плохие поступки и в будущем. Вместе они приезжают в больницу, как раз в тот момент, когда Кэти встречает машину скорой помощи Брэда у дверей отделения неотложенной помощи. И на этом все, дорогой зритель. Благодарю, что ты осмотрел мое видео до самого конца. Надеюсь, оно тебе понравилось. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши свои мысли в комментарии. Оставлю здесь другие видео, возможно, они тебе тоже понравятся. Желаю тебе хорошего дня и до скорой встречи.